Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Вчера на пересечении улицы Ерубаева и Бульвар Мира была сбита девушка 93-го года рождения. После капитального ремонта в Караганде открылся детский садик «Бахык», который могут посещать 320 детей. Рисунок воспитанника карагандинского детского дома украсит новогоднюю открытку крупной международной компании. Вчера на пересечении улицы Ерубаева и Бульвар Мира была сбита девушка 93-го года рождения. От удара машины марки BMW она отлетела на 20 метров. Скорая прибыла только через 40 минут. От полученных травм девушка скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Подробнее в следующем сюжете. 20-летняя студентка третьего курса Карагандинского государственного медицинского университета в районе 7.30 утра переходила дорогу на пересечении улицы Ерубаева и Бульвар Мира. По словам сотрудников полиции, девушка шла в наушниках и капюшоне. Не заметив мчавшуюся машину, она стала жертвой ДТП с летальным исходом. Сбив девушку, водитель скрылся с места происшествия. Чуть позже, в этот же день, он был задержан. Им оказался карагандинец Валерий Гребнев, 1992 года рождения. Он уже дал признательные показания. Человек будет в любом случае, главное, задержан, будет привлечен к уголовной ответственности. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. За телом погибшей девушки уже едут родители из Южно-Казахстанской области. Амина Смакова, Карат Рашитах, Патия Руспанов, Первый Карагандинский. После капитального ремонта в Караганде открылся детский садик Бахыт, который смогут посещать 320 детей. В честь Дня независимости страны его посетили и местные власти. Подробности в следующем сюжете. Детский сад Бахыт работает с 1979 года. Ранее здесь функционировали 7 групп на 200 мест. После капитального ремонта открылись еще 4 группы на 120 мест. Для детей здесь созданы все условия. В ближайших планах руководство города ликвидировать очереди в детские сады. Это даст возможность родителям малышей работать спокойно, зная, что их дети учатся и развиваются. Вы знаете, что глава государства много внимания деляет детству. 4,5 тысячи детей у нас в городе стоят в очереди на получение детского сада. В этом году 120 дополнительных мест открылось. Все помещения детского садика Бахыт соответствуют современным требованиям. Выдержаны все нормы пожарной безопасности. Оборудованы медицинские пищевые блоки. Создана хорошая материальная база для воспитания и обучения детей. Для проведения ремонта в детском садике Бахыт местные власти выделили почти 77 миллионов тенге. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Первый, Карагандинский. Рисунок воспитанника Карагандинского детского дома украсит новогоднюю открытку крупной международной компании «Казахмыс». Вчера компания подвела итоги традиционного конкурса детского рисунка на тему «Зимние забавы». Победил воспитанник детского дома семейного типа А7. Подробности в следующем материале. Художественный конкурс «Зимние забавы» проводится среди подшефных детских учреждений в четвертый раз. В этом году конкурс прошел в регионах присутствия группы «Казахмыс». В нем приняли участие дети из Жизказганского, Балхашского и Восточно-Казахстанского регионов. Карагандинский исключением не стал. Именно ученик детского дома семейного типа А7 стал победителем конкурса «Изобразив креативный рисунок». Данил Орлов получил в подарок кроссовки и спортивную сумку, предназначенные для тренировок. 11-летний карагандинец серьезно занимается легкой атлетикой, и призовые кроссовки ему просто необходимы. Будущий спортсмен уже в предвкушении испытать новую спортивную обувь на тренировках. Я буду носить это на тренировке. И другие участники конкурса без подарка не остались. В качестве призов дети получили пазлы, развлекательные игры и благодарственные грамоты. Амина Смакова, Кайрат Рожитах, Батьяр Испанов, 1-й Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тревел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орион. Мы приносим радость в дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в честь празднования Дня независимости страны три представителя власти приняли присягу, а семеро впервые получили нагрудный знак «Отличник государственной службы». Именно так поощряются члены Народной партии Нур-Атан. Подробности расскажет наш корреспондент. Уважаемые коллеги, в соответствии с праздником Республики Казахстана и за главу государственной службы накануне нашего прошел праздник Республики Казахстана. Дня независимости от Республики Казахстана и наши коллеги. Я наступил в сяги на городу, здесь не только в Республике Казахстана. Прошу учиться видеть выделение праздника Республики Казахстана. Указом президента страны были внесены некоторые изменения и дополнения ведомственной награды государственных органов. Впервые был утвержден новый нагрудный знак «Отличник государственной службы». Им были удостоены семь человек. Одна из них – руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Тимиртау Бахыт Кунакаева. Это первая награда «Отличник государственной службы». Такой награды не было раньше. Я думаю, что это действительно такой знак государственным служащим. Это такое внимание. Мы все госслужащие служим для народа Казахстана. Хотим, чтобы Казахстан наш процветал. От имени первого заместителя председателя партии Нураттан Бауржана Бейбека наиболее отличившимся были вручены благодарственные письма. В их числе и генеральный директор компании «Ютария ЛТД» Сауле Шауенова. В конце торжественной церемонии Акимобласти Бауржан Абдишев поздравил всех с праздником независимости страны. После чего все участники собрания сфотографировались на память. Вы самые лучшие души, которые сегодня отмечены этим вниманием. Поэтому всех хочу поздравить сегодняшний день. Снять присяги с наглядами отмечения государственной службы, благодарственными письмами. Всем вам пожелать доброго здоровья, успехов на параде дальнейшего развития и даже независимо от страны. Спасибо. Николай Кровец, Алжас Габасов, Первый Карагандинский. Накануне состоялась презентация видов услуг банка Касанова города Тимиртау совместно с Фонда поддержки предпринимателей Дону, Национальной палатой предпринимателей. Темой презентации стали кредиты, удешевление уже действующих кредитов, гарантии фонда Дону, пользу предпринимателей по залоговым кредитам до 70% залога, получение безвозмездных грантов по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Банк Касанова является участником этой программы. Палата предпринимателей презентовала новые возможности для тех, кто хочет улучшить свой бизнес. Мы можем влиять, и при этом мы будем помогать, в первую очередь, развитию бизнеса. Бизнес в регионе, в первую очередь, это вся Карагандинская область, это все регионы Карагандинской области, это все районы, это все города, моногорода, которые присутствуют на территории Карагандинской области. Накануне Дня независимости Акимобласти Бауржан Абдишев совершил рабочую поездку в Каражал. В программу входило знакомство с социально-экономическим развитием регионов, посещение объектов производственного и социального назначения, встречи с населением. Бауржан Абдишев начал рабочую поездку со станции Жомарт. Вначале он посетил общеобразовательную школу, ознакомился с ее материально-технической базой и учебно-воспитательным процессом. В неформальной обстановке состоялся обстоятельный разговор с жителями станции. Рабочая поездка продолжилась в поселке Райрем. Глава региона осмотрел локальную котельную дома номер 15 по улице Менталургов и дал поручение тщательно следить за работой отопительной системы. В медицинском центре Евроазия Бауржана Абдишева познакомились с применением современных технологий. Здесь ежедневно ведут прием врачи, невропатолог, офтальмолог, хирург, стоматолог и другие специалисты. Работают кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, физиотерапии, дневной стационар. Аким области осмотрел проект генерального плана поселка, поинтересовался у жителей, с какими проблемами они сталкиваются. Жаремцы отметили хорошее качество жизнеобеспечения поселка. Бауржан Абдишев побывал на одном из подразделений акционерного общества «Жаремский ГОК», который является системообразующим для поселка. Аким области познакомился с процессом получения боритового утяжелителя, необходимого для нефтяной промышленности. На шахте «Западный Каражал» завершилось строительство нового «Горизонта-44». Цель этого проекта – пополнение убывающих мощностей шахты. «Большое событие, которое приурочено Дню независимости нашей республики. В преддверии этого большого праздника, в течение 10 лет, тот большой проект, который реализуется, компания «Расилу Митталл» сегодня имеет свое логическое завершение. Это, вы видите, дополнительная рудная база для нашего Тимартаусского комбината. Это железо с содержанием 45%, 28 миллионов тонн. Следующий проект – это у вас 6-миллионник». С участием главы региона состоялся запуск загрузочного узла, включающего дробильный комплекс, который позволит увеличить объем поставляемой руды на обогатительную установку до 2 миллионов тонн в год. Боржан Абдишев поздравил горняков с наступающим праздником – Днем независимости. Затем состоялось совещание городского актива по текущим вопросам социально-экономического развития Каражала. Отмечалось, что по итогам 11 месяцев выросли по сравнению с прошлым годом такие показатели, как объем промышленной продукции, валовая продукция сельского хозяйства, ввод жилья, поступление в бюджет, увеличилось количество объектов малого и среднего бизнеса, численность работающих в них и объем выпущенной продукции. В то же время снизился индекс физического объема промышленного производства и сельского хозяйства, уменьшились инвестиции в основной капитал, не обеспечено исполнение доходной части бюджета. Давайте выставьте на первую позицию те вопросы, которые поднимает сегодня народ. Вопросы воды, дороги, вот это все хозяйства, которые пустующие стоят и так далее. Или если для вас в первую очередь вы хотите сделать скверы с фонтаном и так далее, я не знаю, вы делаете, а зачем эти скверы, если у вас дома у людей воды нет? По итогам совещания Акимобласти дал ряд поручений главе Каражала. Бауржан Абдишев посмотрел также микрорайон Актай, поселка Каражал, общеобразовательную школу и имел длительную беседу с жителями. В завершении своей рабочей поездки Акимобласти осмотрел промышленные площадки Бестубе и Кентубе. Ознакомился с ходом реализации проектов по добыче баритовых руд и разведке полиметаллов. Караганинский регион с рабочим визитом посетил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Жанбулат Смаилов. Он посетил коксохимическое производство Арселор Миттал-Тимиртау. Вице-министр по ЧАЭС Республики Казахстан Жанбулат Смаилов ознакомился с ходом ремонта восстановительных работ на коксовой батарее номер 5 после аварийной ситуации. Тяга у нас нормальная, она в принципе даже выше требуемая. Плюс мы думали, что во время низких температур возможно понижение тяги, но у нас там есть индикатор санктивирован в трубе и подача газа, чтобы прогревать. Это все позволяет надежно обеспечивать тягу и выход от всех газа в тюрьму. Просто обещают, что в следующий на улице опасные участки будет идти в дополнительный запуск. По нас, да, контрольная производство, потому что людей терять нельзя. Тимиртауцкая ТЭЦ на сегодняшний день вызывает опасения по полноценной работе в зимний период. Вице-министр заслушал заместителя Акима города Тимиртау Гульмиру Кусенову по вопросам отопительного сезона. Надо признать, что ТЭЦ города Тимирта находится в зоне риска. На особом счету, можно сказать, как у нашего министерства, так и, наверное, только я знаю, и в Акима области и в правительстве. Запас топлива станции составляет сегодня, значит, угля от 308 тысяч тонн, 162% зимнего нормативного запаса на 49 дней. Мазута 66 тысяч тонн, 125% от нормативного запаса зимнего 37 дней. Следующий вопрос был поднят по утилизации ртути, находящейся на складе акционерного общества Тимиртауцкого электрометаллургического комбината. Кроме огромного количества ртути, там находятся и химические вещества. Они остались бесхозными после ликвидации цементного завода. Все вопросы они закрыли буквально. То есть на производство и на цикл работы никакого ущерба нет. Даже последние месяцы за Макиму область оказывают, что объем производства стал последние 2-3 месяца. Комбинат стал работать стабильный и нарабатывает то, что пустят. Визит в Тимиртауцкий был завершен возложением цветов к памятнику погибшим пожарным при тушении пожара в агломерационном цехе акционерного общества Арселор Миттл Тимиртау. Карагадежин Валад Смаилов посетил созданный в этом году пресс-центр Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Он был приятно удивлен и попросил передать ему технические характеристики нового пресс-центра. Такого даже в министерстве пока нет. Вице-министр не применил организовать экспресс-конференцию для журналистов и ответил на ряд вопросов о работе и развитии вверенных ему служб. По сравнению с прошлым годом, конечно, сейчас проехали, будем подводить итоги, но по сравнению с прошлым годом, я бы хотел сказать, что есть снижение количества чрезвычайных ситуаций. Если, допустим, в 2012 году у нас было 2200 чрезвычайных ситуаций, то за аноничный период кикующего года у нас 1855 снижение в 16%. Я думаю, это в первую очередь большая работа департамента по профилактическим мероприятиям. А затем Жанбалат Смаилов провел расширенное заседание по подведению итогов работы департамента ПУЧС Карагандинской области. В честь главного праздника страны – Дня независимости, ряд отличившихся сотрудников были поощренены наградами министерства. Также были отмечены и средства массовой информации, которые плодотворно сотрудничали в течение года с департаментом ПУЧС области. Был награжден и первый карагандинский. Сергей Високосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, первый карагандинский. Карагандинский системный интегратор XNET совместно с компаниями и партнерами проводят очередную, ставшую уже ежегодно, конференцию ЦИСКО Дэй Караганда 2013. Она пройдет 19 декабря в зале РИЧ развлекательного центра РАИ. О том, что будет обсуждаться на конференции, смотрите в следующем сюжете. КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ На конференции будут разыгрываться 4 планшета. Вход на нее бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте www.xnet.kz. Зарегистрироваться можно до 17 декабря. Недавно ТО Караганды-Су отметила свое 50-летие. На мероприятие были приглашены работники фирмы, а также гости из Астаны. Предприятие Караганды-Су было основано в 1958 году. Оно обслуживает такие населенные пункты, как Караганда, Тимиртау и поселок Актаз. Уже более полувека сотрудники фирмы Караганды-Су проводят работы по улучшению качества предоставляемых услуг населению. Впервые управление водоканализационного хозяйства провело в 1975 году механическую очистку вод на станции Айрации. В настоящее время при сборке труб используется материал полиэтилен производства Дании, Германии и Израиля. Саранский завод по производству поставил труб. Мы очень большой объем поставляем там труб, причем хорошего качества. Практически все распределительные сети, мы украдианты, средиадианты, мы укомплектованы отсюда. Ну и естественно все изделия ЖБИ, то есть железобетонных изделий. Генеральный директор ТОО Караганды-Су поздравил всех сотрудников с юбилеем. Он отметил, что благодаря самоотверженному труду работников водоснабжения, горожане получают свое время на холодную воду. Пусть в будущем сохранится и приумножится сила нашей организации. И преодолев все трудности, мы сумеем добиться полного процветания. Дорогие друзья, желаю неутомимой энергии и успеха в вашем труде, счастья, удачи и благополучия в каждой семье. Коллектив компании Караганды-Су насчитывает более двух тысяч человек. Все они выполняют реконструкцию существующих сетей и различные ремонтные работы. Благодаря им карагандинцы всегда с водой. Водоводы, водовод номер 3, диантру 1400 мм. Этот водовод единственный не только в Казахстане, но и в Советском Союзе. Такого дианта протяженность его около 10 километров. Можете себе представить в рост человека. И построен он уже в 1988 году. Вода – это жизнь. И нашу жизнь улучшают работники ТОО Караганды-Су. Анастасия Семенова, Олжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Новая банкнота номиналом 1000 тенге вышла в обращение в Республике Казахстан, преобладающий цвет купюры, посвященный памятнику тюркской письменсти Культиген – желто-коричневый. На правой части лицевой стороны банкноты монумент Казах-Еле и изображение летящих голубей. Также в середине левой части – фрагмент скульптуры Культигина. А в верхней части изображены государственные символы – это герб и флаг Республики Казахстан. На обратной стороне – наскальные изображения тюркских воинов. Слева расположена голографическая полоса шириной 12 мм с изображением фрагмента государственного флага, логотипа Национального банка и надписи «Ескерткеш тенге». Тираж новой купюры составляет 10 млн штук. К слову, совсем недавно в Лондоне состоялось награждение Национального банка Республики Казахстан номинации «Лучшая банкнота 2012 года». Банкноту Казахстана номиналом 5000 тенге нового дизайна 2011 года выпуска признали лучшей купюрой. Данная награда присуждена в мае текущего года международным банкнотным сообществом за лучшую банкноту 2012 года. Как вы помните, данная банкнота выпущена в 2011 году. Здесь были применены имеющие на тот момент самые лучшие защитные признаки. Это элемент СПА. Также на лицевой стороне все изображения были выполнены в вертикальном положении. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 14 декабря на завершающую сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования Дня независимости Республики Казахстан. Праздничная торговля пройдет по улице Олимпийская. Районные и местные товаропроизводители будут реализовывать мясомолочную плодо-овощную продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15%. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. Это была последняя информация этого выпуска. С основными событиями вас ознакомили журналисты Первого Карганинского канала. А мы поздравляем вас с наступающим праздником, Днем Независимости и желаем вам приятных выходных. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау-болу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова